В конце 70-х годов вышел замечательный фильм, назывался он «Мама». С тех пор, так получилось, что там мама была просто очень красивая, и, правда, у нее было семеро козлят, но у тебя... А, это где была Гурченко? Гурченко, да. Это мой любимый был фильм. Да-да-да, она также импозантно себя вела, там были очень хорошие все артисты. А как у папы-то был? Папа-то, вернее, он не папа, он был волком. Волком, да. Отрицательные герои иногда были лучше, чем положительные. Ну, медленно перетекая в нашей традиции от мечты к реальности, Татьяна Морозова, которая вам очень хорошо известна уже, и не боится камеры, не боится света, она даже может за меня давать интервью. Хотя степи в глаза, конечно. А ты не смотри на свет, тебе нужно ниже смотреть чуть-чуть. Вот. Сегодня у ее единственной дочери. Да, Катюшки. У Катюшки. Да, Катерина Мороз. Да. Юбилейный четверточок, вот так вот назовем. Катяш, 25 лет, дочери. Вы ему-то 22, а мои уже 21. 21 там с чем-то он. 21, да. Ну, вот скажи мне, вот ощущение, ну, человека, который вроде сам себе молот еще над душой, да? Душой селом вообще. Ну, да, я говорю, молот еще сам, а уже вроде детишки такие, вот уже не это самое. Ты хочешь сказать, не молодые, что ли? Ну, как бы не совсем, не грудные, я так хотел сказать. Хотя, Татьяна Морозова и грудные дети, слышите, друзья мои, вот это было бы очень здорово. Ты же представляешь, мне уже в 25 лет вообще, у меня было столько событий, и у меня уже Катя было. Катя уже практически взрослая была в 25 лет. Ты стердила ее в 5? Почти. Чуть постарше. Не будем об этом. Я, знаешь, просто хочу, чтобы ты, не напрягая обстановку, вот, скажем, для зрителей, естественно, даже смотрят люди, как ни странно. Вот просто сказала, что ты пожелала бы, как уже мудрая женщина, своей дочерью, именно в 25 лет. Вот что, 25 лет – это рубеж. Это уже такой рубеж, где, хочешь не хочешь, уже что-то начинает происходить в жизни серьезное, за что надо уже нести ответственность. Вот, что бы ты пожелала ей, а также всем, кому сегодня, может быть, тоже 25? Ну, конечно же, счастье. Катюшка, она еще не замужем, я хотела бы пожелать ей… Объявить конкурс на мужу, что ли? Я хотела бы ей пожелать встретить своего единственного, своего сужина, спутника жизни, потому что это, как это ни странно, но почему-то в наше время это сложно сделать. Вот, и я хотела бы своей доченьке пожелать, чтобы она встретила вот своего единственного любимого мужчину, с которым она бы могла пройти вот рука об руку по жизни, чтобы он ее понимал, любил, и чтобы она его любила. Вот, ну и, конечно же, детишек, вот, хотя Катя не хочет оставлять свою творческую карьеру, она хочет развиваться, вот, и чтобы это как-то совмещалось бы с ее личной жизнью. Вот так, да. Чтобы она была счастлива, чтобы я видела вот радость, свет в ее глазах, и для мамы это очень важно. Спасибо, Танюша, я теперь переведу для наших зрителей то, что сказала Татьяна Морозова. У нас есть публика, у нас публика, я хочу, чтобы вы это слышали. Значит, Татьяна Морозова объявила конкурс на лучшего принца, пишите ваши заявки. На PeopleStar. На PeopleStar. Оставляйте комменты, лайки, и записывайтесь в женихи, будем отбирать. Приедем с камерой, сядем, будем отбирать. Один должен там будет из лука стрельнуть куда-то, другой, еще что-то. Таким образом, глядишь, замуж и выдадим за хорошенького какого-нибудь. Да? Ну, выберет, выберет, если у вас будут достойные кандидатуры, конечно же, Сереж, помощь она всегда нужна. Хорошо, а скажи мне возрастной ценз, вот, например, мне уже можно не звонить и не писать. Вы тебе сколько уже? Мне уже, да, я еще прохожу по статусу жениха для Катрины Мороза или еще нет? Ну, знаешь, взросленький уже, да. Уже дядечка, да? Уже взросленький. Дядечку не хотелось бы. Хочется, знаешь, чтобы она все-таки со своим мужем, они прошли бы как-то вместе вот этот жизненный путь. А не так, как, знаешь, у нас сейчас вот, ну, к сожалению, многие мужчины в 40 лет оставляют своих жен 40-летних и идут вот к 20-летним. Вот этого не хотелось бы, чтобы вот такой был опыт. Хотелось бы, чтобы все-таки встретился бы какой-то мужчина, ну, в возрасте от 20, может быть, ну, это я так рассуждаю, 8 до... Восьмидесяти двух. Может быть, 35 лет. Все, я прохожу. Хотя, знаешь, это не важно. Потому что 18... Главное, главное, чтобы был человек хороший. Да. Это не важно. Сколько тебе лет? Да, не важно, ребят. То есть, Таня сказала, если у вас есть то, чем можно удивить Катю, пишите, звоните, рассмотрим все. Если вот она приведет мне человека, своего любимого и скажет, мам, вот это мой любимый человек, и я хочу выйти за него замуж. Как тебе он? Я ей скажу, знаешь, мне нужно с ним поговорить, поговорить, пообщаться. И если вот он мне понравится... То есть сначала ты должна протестировать? Ну, знаешь, у нас так по жизни, что все-таки она прислушивается моего совета. У меня интуиция, она так есть, присутствует. И были такие моменты, когда она там встречалась с какими-то молодыми людьми. Ну, как тебе? Я говорю, ну, знаешь, вот он для тебя ничего не сделал. Мужчина должен делать, совершать поступки. Этот, он ничего для тебя не сделал. Ну, надо еще уметь реагировать на эти поступки. Нет, 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 ну, это понятно. Но когда я вижу глаза человека, я понимаю, вот любит он ее или нет, готов он что-то сделать для нее или нет. Если я вижу какую-то пустоту или мутность, я сделаю прочерк. И говорю, ты, конечно же, дорогая моя, сама выбирай для себя все. Но, вот для меня как-то он пока еще никто. То есть даешь шанс исправиться еще молодым людям? Конечно. Ну, что ж, это... Я никогда не говорю, нет, не тот, нет, не он. Выбирай, самодумай, решай. А то потом, понимаешь, тебе дети будут говорить, слушай, мама, я тебя послушалась, а ты во всем виновата. Нормально, нормально. Я сейчас чуть прическа. Все хорошо, у нас с тобой один парикмахер постриглась, да, и очень хорошо тебе, да. Ну что ж, вот на таком радостном... Моменте. Моменте. Да. Мы и закончим. Поздравления мамы и дочки. Давай, знаешь, вот мы молодежи пожелаем. Да, пожелаем, давай. Да, вот, например, тем девушкам, которые еще не замужем. Не замужем. Дорогие девушки, ну вот, ровесницы моей дочери, кому 25 плюс-минус, вот, ну, чуть моложе, чем нам. Вот, Серега, да. Кому вот, где-то вот 25. Мы желаем вам встретить своего принца. Ну, может быть, он пусть будет не на белом коне, но зато он будет прекрасным человеком. Он будет вас любить, холить, лелеять. И идти с вами по жизни. Вот так вот. Дай мне руку свою. Вот так вот. Рука. В руку или об руку, не знаю как. Ну, чтобы вы чувствовали эту руку, руку помощи, вы могли бы на нее вот опереться. Всем причем опереться. На эту руку и почувствовать, что да, это мой, мой суженный, мой единственный. И я вот хочу прожить с ним до старости. И в старости, вот так вот уже скукожившись, и вот так вот уже с такой походкой идти где-нибудь по парку, гуляя под ручкой. Вот я вам желаю этого. Любви, счастья. И много-много деток, потом уже внуков, правнуков. Да, да, да. В общем, всего-всего человеческого. Простого человеческого счастья. Надеюсь, что в следующий день рождения ты будешь уже бабой Таней. Знаешь, вот если честно, я бы радовала. А почему нет? Потому что такая молодая бабушка. Все бы говорили, например. Баба Морозова. Нет, мама Морозова. Ну да, я бы еще за маму сошла, нормально. Ну будем думать, что так оно и будет. Я очень хочу, Сереж, представляешь? Ты тоже скоро станешь дедушкой. Если уже не дедушка. А может быть уже 22 года сына, понимаешь? Может у тебя уже тройка внуков где-то вообще. А мы просто не знаем об этом. Мужчины, они как-то, знаешь, к этому относятся проще. Ну что ж, Татьяна Морозова, PeopleStar, всегда с вами. День рождения ее дочери. Дорогие дети, сообщайте своим родителям. Если у вас вдруг случайно появились внуки. Случайно. Можешь к сыну, кстати, своему обратиться. Спасибо, он это не смотрит. Он смотрит канал, не буду говорить какой, где показывают всякую чушь. Хорошо. Ну что ж, до новых встреч, друзья. Мы скоро увидимся. А мы вас еще поздравляем с наступающим Новым Годом. А вот Юлия Берета к нам присоединится. Иди сюда, неприятность. Душа растет. А уже сколько? 25. Да. Это Юлия Берета. Здравствуйте. Это наша подружка. Да. Хорошая такая. Мы ее очень любим. А я вас как люблю. Очень. Поздоровайся с дядями и тетями. Здравствуйте, девочки и мальчики. Сегодня зашел разговор. Степашка. Степашка тоже здесь. Каркуша Степашка. Степашка здесь. А я кто? А ты будешь ведущей. Татьяна Веденеевна. Хорошо. Да. Я ее тогда. Не Ангелина Вов. Ты, а я кто? А я... Нет, ты Степашка. Ты Каркуша, а Степашка. Ну ладно. Все, да. Каркуша. Вау, вау, ребята. Каркуша и Доварова. Я слышал, что... Ты слышишь? Разговор двух мужчин. Ничего себе. Которые бы сказали, что с удовольствием... Я думал, ты только есть. С большим удовольствием не отказались бы с тобой провести какое-то время. С тобой? А почему пару мужчин? Извини меня. Ну, подожди, это я просто слышал. Что многие мужчины... Нет, я просто слышал пару сегодня. Ничего себе. На самом деле, с такой женщиной... Это про тебя. А, про меня? Да. А что говорят про меня? Пару каких-то мужчин? Я говорю, в чем это пара вообще. Пара каких-то мужчин? Ну, люди взрослые все. Пару мужчин. Ну, типа, было бы здорово, если бы... Это кто говорит? Я тебе не скажу пара. Клюй тому в лицо. Тогда у нас не будет ведущего. Пьяный Дед Мороз по телу. На самом деле, это какие-то злые языки говорят. Нет, они не злые, они нормальные, пока еще трезвые. Я вообще не понимаю, зачем их обсуждать? Это люди, которые просто что-то говорят. Мало ли, что говорят, ну и что. И вообще, зачем слушать людей, которые это говорят? Мне кажется, нужно закрыть уши и не слушать таких людей. Давай, я принесу в следующий раз специальные тампоны для ушей. Тампоны эти. Кампоны. Беруши. Беруши и бермуды, да? Для черных. Слушайте, оно вытвет волос. Ну, немножко есть. Ты необыкновенно... Ты необыкновенно внимательна. Я внимательна очень. В каких-то пор. Ну, как-то так. Юлечка. Да? Не хотела ли ты поздравить Катрину Мороз с ее днем рождения? С пожеланием, вот, какого, как ты видишь, жениха ее, вот, будущего? Жениха. У девушки с необыкновенным цветом глаз. А ты... Мы согласовались с мамой. Подожди, а ты слышал, что я там говорила? Я просто не слышал, я здесь был, но я не участвую уже. Я пожелала хорошего жениха. Еще раз могу пожелать только хорошего жениха. Катрин Моро и... Как это называется? Теща. Мамзель. А нет, а как... Кем он будет являться тебе? Теща. Нет, ты теща. А он... Зять. И хорошего зятя Татьяны Морозовой. Да, чтобы взять было, у кого было, что взять. А вот какие качества, ты видишь? Какие качества у него или у него? Да, у него. У него. Потому что мы не можем разобраться вообще, что нужно. Умение управлять яхтой, да? Должен быть... Газонокосилкой своей собственной. Ну, это уже какие-то такие, уже навыки, скорее. А вот какими качествами он должен обладать? Наверное, все-таки он должен быть умный, талантливый. Вот не менее, чем Катрин Моро. Жадный. Да, щедрый, добрый. Незаботливый. Гибкий. Гуттаперчивый. Нет, ну гибкий. О, кстати, гимнаст, нормально, а что? А не хочешь гимнаст? Гимнаст, ну гимнаст. Мне кажется, очень было бы... Кристина Арбакай ту родит, может. Это было бы интересно. Он на гимнаст? Нет. Папа. Я хотела бы сказать, Катрин Моро сегодня так выглядел потрясающе. Просто ей так идет... Танюша, ей так идет такой вот женственный стайл, да. Прямо она... Она как фея какая-то. Я ее не узнала, признаться, правда. Ну ты-то вообще... Он меня такой... Не классический. Каждый раз. Я абсолютно не подготовилась сегодня вот к своему сожалению. Давайте посмотрим на... Поэтому на меня не надо снимать, как я выгляжу. Я бы еще что-нибудь застегнул на твоем месте. Это правильно. Я пришла поддержать своих друзей. Нет, там ниже. Ну и там камера не снимает. Ты только не выкладывай мне, пожалуйста, на фейсбук. Ладно. Нам все выложить, потому что мы чихаем. Нам же весело. Да ладно, как чихаете. Если бы я все выкладывал, вы бы о себе узнали значительно больше. Мы как к себе это относимся. Вот дети, смотрите. Здорово. Племяшка. Племяшка? Здорово. Похоже. Как тебя зовут, Племяшка? Сущан. Синья. Красивое имя. И сегодня в качестве потанцовки у Кати, да, группа поддержки. Это какое-то новое такое движение у них. Уже такие отработки. Можно задать вопрос? Как долго вы готовились к сегодняшнему концерту, Ксюш? Один день. Один день? Это вы... Мы приехали просто только. Вы приехали? А откуда вы приехали? Из Тольятти. Из Тольятти. Какая прелесть. Ну, с приездом вас вы очень хорошо подготовились за один день. Молодцы. Очень красивое платье и очень талантливо танцевала. Скажите, взрослый дядя? Да, конечно. Конечно. Конечно? Я еще пугаю людей. Я еще пугаю детей иногда. Это векар. Слова все-таки. Я смотрю, что теряется. Вот это вот не надо вырезать. Вот это оставь, пожалуйста. Твой тугодумный взгляд. Посмотри, пожалуйста, в камеру. Пусть это увидят все. Что не только ты ставишь нас в неловкую ситуацию, но еще сам. Где мозг у тебя просто... Я, с вашего позволения, девочки, никогда не ставлю артистов в неловкое положение. Потому что... С нашего позволения, меня лично ты ставил... Ни разу я тебе не ставил в неловкое положение. Вот сейчас, вот чем я тебе поставил в неловкое положение? Нет, сейчас ничем, да. А вот ставил же, Танюш? Да. Да, ставил. Своими провокационными вопросами. Про мужиков ты что начал спрашивать? Какую-то ерунду. Я не спрашиваю, я констатировал факт. Потом ты сказала, ты плюнь этому человеку в лицо, я говорю, мы останемся без ведущего сегодня. Разве непонятно, кто это говорил? Сложенниковой, что ли? Нормально же все? Да, ну давай еще что-нибудь спросим. Вот, а самое интересное, что вот сейчас начались морозы, да? Какой актуальный вопрос? Нет, сейчас я поймешь, к чему я... Вот видите, тут написано, да, морозы. Сейчас начались морозы, да, и как раз пришло время... Пришло время одевать что-нибудь пушистое. У тебя есть в этом сезоне что-нибудь пушистое одеть? Ты у меня спрашиваешь? У тебя пока. Ты просто у меня спрашиваешь, а смотришь на Танюшину грудь. Я туда не могу смотреть, она отсвечивает просто. Она отсвечивает. Так нельзя, ну смотри, ник. Как и зубы твои отсвечивают, не могу. Не гостись. А то мне сложно. Юля. Самый негасовенный вообще. Такой постарший. Подожди, а что про морозы? Холодно сегодня, да. Холодно сегодня. Есть шубы у вас, я вас спрашиваю, тупо уже вообще. Да, есть шубы отеля меха. Когда будем уже коллекцию мехов и арт-артистов? Да, да. У меня есть питерский тушкан. Питерский тушкан. А чем он отличает от московского? А он тупит. Он мороз тупит. Он просто, ну, влажнее, чуть влажнее. Чуть медленнее, да. Как нервка, можно сказать, да? Ну да, чуть-чуть отливает. Таким сосульками. А голубой-то? Народ просит, что мы такого съели у вас сегодня на дне рождения. Что нам так весело. Что-то был какой-то сырок интересный. Нет, я пащусь, я сыр не ем. Я ела фрукты. Тушкан питерский действительно отличает от нас. Ты поняла, что это не тот уже вопрос. Это как, знаешь, когда отвечаешь на вопрос, а тебя успевают еще носовать в фейсбуке. Моро, Зува. Катрин. Катрин. Красивая. Давай, идем, мы тебя будем сейчас... Красивая, элегантная, настоящая, женственная. Слушай, вот ты думаешь... Бесподобная просто. А вот так вот еще, когда так... Так не надо пока, не показывай. Мужичка-то вот, скажи, мужичка, вот ей возрастного надо или все-таки потупенького? Или помоложе? Главное, чтобы была любовь. Это самое важное. Ты как обычно все разрушаешь? Какой он будет там? Вот все разрушаешь. Молодой или... Какие категории вообще возраста? Возрастный, ну... Мам, ты какую хочешь? Я ему сказала уже. Ну, по мне бы, вот если так нормально, от 28 до... Вот до меня вот. Да? А потом... А дальше потом... А потом возрастные уже идут. Потом мои. А потом мои, да. Нет, потом идут уже эти. Кто умеет на госзавом косилке на своей ездить. Понимаешь? Самое интересное, понимаешь, очень такой вот момент чекотливый. Например, мужчины, которым нравится Кате, они старше меня. Да ладно. А вот мужчинам, которым нравится я, а не младше Кате. О, кстати. Вот это интересная тема. Слушай, это проблема. Это что вообще? Можно перепутать. Мне кажется, вам надо на время расстаться друг с другом. Чтобы она была немножко, да. Ну, это, наверное, может быть... А это взрослая такая история, ну да? Да, наверное, мужчина может быть... Я хочу сказать так, что мужчина настоящий, вот, который вот нужен Кате, который Кате полюбит, он найдет, неважно, какой будет у него возраст, да. Главное, чтобы он ее любил, ценил, берег, носил на руках. И чтобы Катя, Катрин Моро, была счастлива с ним. Вот это самое главное. А мало того, чтобы она была счастлива, еще счастлива должна быть мама. Мама, безусловно, должна быть счастлива, потому что у нее только одна дочь. Поэтому... Она не участвовала в президентской программе. Мужчину должен нравиться не только Кате, но и еще мама. Размножение. Слушай, она не участвовала в президентской программе размножения в этом году. Вот, да ладно, все это... Вот смотрите, друзья. Сейчас я... Вот если Юля Беретта зафиксируется, ну, чуть-чуть, а я поставлю микрофон рядом с ней. Зафиксируется. Ну, хватит, на что это? То есть это девушка с цветом глаз нашего канала, смотрите. Она повторяется несколько раз, уже не шутка, а непонятно что. Глаза, между прочим, у меня... Да, это зеркало души ее. Представляешь, у нее как океан глаза. Представляешь, какой огромный океан, это ее душа. На самом деле, я открою тебе тайну, я плохо вижу, поэтому ношу линзы. А если бы ты плохо слышал, ты бы носила вот такие уши, что ли? Нет, 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 а что, уши, ну, глаза-то, мои глаза, просто... Ты все время задаешь вопрос про цвет глаз, но цвет глаз, вот, он у меня меняется, видишь, вечеринка, одни глаза, другая вечеринка, другие глаза, это зависит от того, какое зрение я хочу. Сегодня какие у тебя глаза? Бирюзовые? Сегодня я не помню, какие я делаю, какие у меня глаза? Цвет морской волны? Нет. Цвет морской волны. Бирюзовые. Там какую-то песню пропоют про морозов. Это старый еврей. Какой-то песня. Старый еврей. Нам не имеет никакого отношения. Это старый еврей, Данюш, нет, там не про морозов. Друзья мои, у нас прекрасное интервью, мы так стояли, разговаривали, разговаривали, только я думаю, чтобы вы не выключали нас, мы сейчас вместе все... Пойдем и послушаем песню про старого еврея. Дождитесь окончания, сейчас мы поздравим с днем рождения, все вместе, Катрин Моро. Три раза уже поздравила, могу еще раз поздравить. Давай. Три-четыре. С днем рождения, Катрин Моро. Катрин Моро. Друзья, давайте как-то все, ну, там... Давайте, систематизируем. Просто, давайте... Один раз днем рождения, а второй раз Катрин Моро. Три-четыре. С днем рождения, Катрин Моро. Друзья мои, пишите ваши заявки, мы готовы опять пойти в музыкальную школу, потому что у нас ничего не... Опять я тебе... А я? А Таню, а маму? Давай бабушку. Я еще не бабушка. Бабушка, может быть, и... Нет, дожди, сначала нужно найти. А, мы же конкурс объявляем сейчас на принца, точно. А, да? Конечно. А кто будет выбирать? А вот кто будет стрелять из лука, кто там еще чего? Мы все вместе. Хочу Морозова. Да, здорово. Это кто поет? Не знаю. О, при меня говори, я слышу, что... Друзья мои, мы выходим из кадра, потому что с такими очаровательными девушками невозможно долго разговаривать на камеру. Еще один счетчик IQ. Именно эти девушки всегда уходят из кадра методом прохода через камеру. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!